МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это суть дела. Министр экономического развития России Максим Решетников исключил восстановление экономики отскоком. Он заявил, что выход из кризиса для России не будет напоминать V-образную кривую с резким восстановлением после упадка. Министр отметил, что некоторое время бизнес будет работать в условиях ограничения. Россия будет поэтапно выходить из кризиса, сложившегося из-за пандемии коронавируса и ситуации на нефтяном рынке. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в программе «Право на справедливость». Он добавил, что и карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений, сказал Решетников. По его словам, правительство готовит и разрабатывает выход экономики из кризиса. «Мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки. Сейчас работаем с отраслями уже адресно», сообщил министр. «Власти готовы увеличить объем программы беспроцентных кредитов для работодателей для перечисления зарплат сотрудников. На сегодняшний момент, буквально по данным на вчерашний вечер, у нас на 2 миллиарда 700 миллионов рублей выдано уже кредитов и поддержано 55 тысяч рабочих мест. Заявок в банках на 27 миллиардов. А вообще потенциал 150 миллиардов, которые мы сейчас видим и готовы его увеличивать», сказал министр. Первый пакет мер для поддержки экономики правительство представило 18 марта. Власти решили сформировать антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей, предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для создания запаса товаров первой необходимости и другие. В рамках второго пакета, объявленного президентом Владимиром Путиным, малому и среднему бизнесу из пострадавших от эпидемии отраслей выдадут гранты для выплат сотрудникам в размере минимального размера оплаты труда на одного человека при сохранении 90% занятости в компаниях. Предприятиям из числа системообразующих предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств. 23 миллиарда выделят для поддержки авиакомпаний, которые пострадали из-за пандемии. Если перевести с протокольного на русский, окажется, что у России нет такого запаса прочности, который бы позволил восстановиться быстро после падения экономики, потери рабочих мест и очередного провала доходов населения. Поэтапное восстановление – это очередной период медленного и неустойчивого роста. Сочетание кризиса в мировой экономике, внутреннего жестокого кризиса и нефтяного пике сделало нас крайне уязвимыми. Это отлично сочетается со словами Грефа о том, что мировой кризис, возможно, будет длинным. Прогнозы падения ВВП России в 2020 году сильно различаются. Самые позитивные эксперты говорят о сокращении на 2%. Самый пессимистичный прогноз предполагает снижение на 8%. МВФ, например, ждет падения на 5,5%. Реальные доходы при этом упадут более чем на 6%, а в случае негативного развития ситуации – на 10%. С моей точки зрения, все эти прогнозы излишне оптимистичны. О точных цифрах говорить сейчас нет смысла. Ситуация меняется слишком быстро. В случае с коронавирусом мы даже не вышли на плато. О нормальном восстановлении экономической активности можно забыть еще минимум на месяц. А стоимость нефти тем временем катится вниз. И до кризиса мы не могли добиться устойчивого и приемлемого роста. И 1,5-2% увеличения ВВП было предельной величиной, что говорило о слабости нашей экономики. И эта структурная слабость никуда не делась. Нет резервов для быстрого восстановления. А возможные проблемы с исполнением бюджета удерживают власти от более активной по обещанию экономики. Кубышка в виде ФНБ – единственная надежда выполнять социальные обязательства в посткризисное время, пока на рынке нефти не восстановится стабильность. Чудо ждать не надо. Впереди годы восстановления на фоне бесконечных обещаний. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.